Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня, в дождливый день, к нам добралась из театра, через мост, через другую сторону, продюсер Анна Силы. Добрый день. Можно не приближаться к микрофону, можно говорить так. Добрый день. Спасибо большое. Продюсер театра, который называется «Джоти Дил Театра». Это театр грязной сделки. В прямом переводе, да, такие. Я посмотрела историю. Я сама начала ходить в этот театр лет пять назад, наверное, где-то, когда он еще был возле рынка. Да. И тогда ты там уже работала? Да, 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 я работала, да. А сколько лет ты в этом театре? Примерно этот будет девятый год. Я начала как девочка, которая ходила и помогла ребятам одно, другое, да. И вот так постепенно ты выросла до руководителя этого театра? Ну да. Анна, скажи, пожалуйста, ведь история театра ей уже, этому театру вообще уже 13 лет, да? 13 лет, и он, у него интересная судьба, в отличие от других театров в Риге. Сначала он был на Андреа Саль. Да. Там какое-то время показывали спектакли, там было такое место силы, да, вместе с Джоти Дил Театром. И я прочитала, что, ну, как бы прочитала и слышала рассказы о том, что там начинал Влад Наставшев делать спектакли какие-то свои, там на Андреа Сале. И Валтер Силлис там делал еще спектакли, да? Ну, Женя, ты немножко неправда. Ну, расскажи историю. Я вот то, что я знаю, то, что я нашла в информации. Ну, все началось примерно, ну, 14 или 15 лет назад, когда юные режиссеры, тогда была как-то по-другому система, потому что большие театры, они заказывали, что делать и как делать. И как-то юным режиссерам захотелось своего, а не было места, где это делать. И эти примерно 14 лет назад была такая кукленная группа, которые, они были студенты, и они студировали кукленный театр. И им был такой, ну, такое, я думаю, что им было такое сила, что они сказали, ну, как-то не хочется, как было раньше. Мы хочем так, как мы хочем. И они сделали группу Умка ЛВ, там был Дирчолис, Андрис Калнозос и Мартис Лацис. И они подумали, это было тоже вместе с новым латвийским театральным институтом, что они продюсировали один спектакль, и потом, ну, а где его дальше покажут? Ну, то есть они со студентами, с этими молодыми ребятами, вместе сделали спектакль, это 14 лет назад, и начали думать, где его показывать, потому что спектакль был хороший. Да, и они как-то знали, что Кристос Путитис делает свой кафе на Андрайсале. И они сказали, эу, ну, можем мы там поиграть немножко? И они начали играть там спектакль. И, знаешь, это… И вдруг там стало интересно. И вдруг там стало интересно. Но, как мы знаем, бизнес – это бизнес. И когда-то, ну, если художники занимают новые места, тогда это всё и… Начинают туда подбираться туда всё. Да, подбираться, но и арендовать уже, аренда стала побольше, 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 и Дерти и Дил Театро, и Дерти и Дил Кафе, и Аудио перешли на спикер. Да. Это у центрального рынка. А там только начал развиваться район на спикере. И там только, да. И там только как-то пересоединяется, как-то, как-то Кристос, которая была переведущая, ведущая руководителя этого театра, она познакомилась с Владиславом Наставшевым, Малтерсом Силлисом, Элмарсом Сеньковым, которые… Они ещё были студенты. И сказал, делаем, делаем, что мы, что мы хочем. И тогда у нас есть история, которую мы уже прошли на Андресале, и мы вот сейчас можем это сделать здесь, да? Потому что я думаю, что им и тогда, и сейчас артистам очень-очень нужно, чтобы они как-то видели, что они как-то видели своими глазами от сегодня, как делать спектакль. Потому что я думаю, что это тоже очень полезно для зрителей, не только видеть театр, как он был 20 лет назад, и ничего не меняется. Но я думаю, что это очень-очень важно, быть вместе с временем и рассказывать эти истории, которые актуальны сегодня. Ну, всё-таки надо отдать должное. Я помню, что в Новом Рижском театре это тоже делали в начале 2000-х. Мы даже привозили это в Москву, когда, по-моему, тут латышские истории были, да? Они всё-таки были очень такие про сегодня тоже, и про истории, про людей сегодняшних. И там, конечно, было… Я помню, что был этот срез. Это был 2002-2003-2004 год, вот так, наверное. Там был этот срез ещё Латвии такой огромный, потому что вся труппа же собирала историю, я помню. Ну, если это было такое… Не то, чтобы этого вообще не было, оно существовало. Но я так понимаю, что с этим новым поколением всё равно пришла совершенно другая жизнь в Латышский театр. Но есть такое у меня ощущение, что они как-то выступают этим поколением. Прям видно, что они как-то вместе что-то делали, работали, росли, так или иначе, друг с другом были связаны. И они как-то вот… Я увидела это на фестивале в Валмере, что прям вот целиком весь фестиваль – это как высказывание определённого поколения и людей, которые с ними выросли тоже. Мне показалось это очень интересным. Прям вот ощущение какого-то такого дыхания общего. Я в эту лету говорила с Марой Кимелой и спрашивала ей, ну, в твоё время когда-то… Ну, сейчас она тоже цветёт. Да, у неё премьера в субботу. Да, 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 да. Но в то время, когда ей было 30 или 40, дружили режиссёры друг с другом. И она так, ну, может быть, немножко… Но сейчас, но наше поколение… Все вместе. Все вместе. Но это заслуга Мары тоже, конечно. Да, да, да. Потому что это её все ученики, и то, что она смогла этому научить своих студентов быть вместе. И ведь, смотри, Сухановс приглашает на фестиваль в Алмире для того, чтобы придумывали одни, другие, третьи спектакли, да, и даёт возможность. Мы вот с ним когда говорили в нашей программе, мне показалось… Я прям почувствовала это, что это очень важно, именно вот такое общее высказывание. Как оно… Одно поддерживает другое. Один спектакль как будто бы поддерживает другой. Ты в программе получаешь такой общий взгляд на всё. Я думаю, как-то у нас театр тоже, потому что наша концепция – новая драматургия. И мы очень… Мы делаем только, только, только новую-новую драматургию, которая латышская драматургия. И это весь наш концепт, концепт, как на сегодня смотреть сегодняшними глазами. И есть очень… И мне очень интересно видеть, как художниками совершенно другие взгляды на какую-то проблему, какую-то актуализацию. И нам в предыдущей неделе была премьера… Вот, давай про неё проговорим. Это первый спектакль этого сезона. Да. Первая премьера этого сезона в «Дёте-Дёте». И вы делали, готовили её целый год, насколько я понимаю. Даже больше, да? Это длинная история, которую вы долго готовили. Это длинная история, да. Которые были специально написаны для этого проекта. И это не то, чтобы… Ну, как бы… Я так понимаю, что вы сказали драматургам «Пишите». Нет? Ну, рассказывай теперь дальше. Что вы предложили драматургам? Я предложила, мы вместе с Паулой предложили «Пишите», да? Паула – это режиссёр, Паула Плявна. Да. Но у нас как-то… Мне и Паула было очень-очень интересно узнать, что новые драматурги думают о власти. Власти в разных системах. В институциях, в фамилиях, в семьях, в школе, и везде. И нам было как-то интересно, что от переведущих поколений осталось в наше время. Но драматурги… Конечно, как творческие люди. Как творческие люди пишут драматургию, и что-то меняется. И как я сейчас понимаю, что им побольше как-то казалось, что надо рассказывать, что происходит сегодня. Свободны мы или нет в каких-то рамках, в каких-то системах. И немножко, я думаю, что можно видеть какие-то… Что-то из истории, и как у нас. Но это про сегодня. И как я понимаю, если ты предлагаешь что-то написать или что-то сделать, им надо дать очень большую свободу. Мы, конечно, должны быть готовы, что это получится всё совсем другое. И мне кажется, что получилось очень-очень хорошо. Значит, там первая история, которую написал… Юстина Клява. Юстина Клява, которая сейчас работает… В Даллес-театре. В Даллес-театре, да. В обновляющемся Даллес-театре. И она же написала для вас самый известный спектакль. Давай я салют, Аннас, да. Да. Самый известный, который получил в прошлом году… Перепрошел. В позапрошлом году. В позапрошлом году получил премию «Приз Пелмену на акцию». Да. Осенью 2018 года у вас был триумф. Да. Современная драматургия, независимый театр, труппа молодых актёров. Молодая режиссёр как раз Паула тоже, да? Нет, Инга Тропа. А, это Инга Тропа поставила. Да, извините. И спектакль получил «Приз за лучший спектакль», да? Вот, можно отметить. И я думаю, что этот раз был первый раз, когда независимые театры… Мы как-то сказали всем, что… Мы есть вот такие. Знаете, мы есть. Конкуренты. Это не про конкуренцию, что мы такие есть, и что надо оценить современный театр. Но я имею в виду, конкуренты не в смысле соревнования, а в смысле мы там же, где и вы. Ну, то есть мы в одном поле играем, понимаешь? К нам можно ходить точно так же, как и в репертуарный театр. То есть мы вот в этом смысле, мы как бы на одном поле находимся? Мы на одном поле, но что я хочу сказать у нас? Я думаю, что у многих, не всех, но у многих независимых театров есть такой свой цель новая. Давать возможность сделать новое что-то. Да. И мы экспериментируем с формами и с текстами. И как-то вот этот эксперимент удался так, что… Все сложилось. Все сложилось, да. Все сложилось, произвело впечатление, спектакль, и вы его до сих пор играете. Трудно, но играете, потому что актеры, я так понимаю, уже заняты много, да, и уже играют новые спектакли. Да, 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 нам сейчас пауза, но мы будем играть, да. Ну вот имейте в виду. Прекрасный спектакль, я его смотрела как раз тоже два года назад тогда, и было такое, вспомнил на акт жюри приглашенных критиков. Я тогда только приехала в Латвию, но первые шаги делала в театр. И помню, что я была тогда в этом маленьком жюри, иностранном. А теперь я уже, видишь, своя практически. Да. Я даже не могу со стороны оценить ничего, настолько я хорошо поняла, что происходит здесь. Вопрос следующий. Я смотрела спектакль, который мне очень понравился, который называется «Пет с грамотом мотиве» по мотивам книги. И ты говоришь о том, что современность, драматургия, а это все-таки другая история чуть-чуть. Она переиграна, но по основе… Как вы к этому относитесь? Как тебе кажется, интересно ли старые сюжеты переоценивать современного взгляда? И вот мне кажется, что это один из тех спектаклей, на которые я бы всем рекомендовала пойти смотреть. Потому что он так тонко сделан. И с другой стороны, ты можешь прочитать какой-то сюжет в истории. Тебе не нужно для этого искать пьесу и читать современную драматургию и пробовать разобраться, что происходит. И актеры там так тонко играют. И вроде они такие современные. Вроде бы как бы ты понимаешь, что как будто та самая машина времени переводит людей. Ситуации вроде те же. Вроде там отношения похожие. А ты понимаешь, что это повторяется и повторяется, и сюжет это повторяется, вне зависимости от того, когда он происходит, сто лет назад или сейчас. Ну да. Для вас это особенный спектакль, для вашего театра? Как-то он… Ну нам все спектакли особо. Выкрутилась. Да, но знаешь как, Женя, драматургия, там Валтерс и Иллис, но тексты от Франца Кавки, от Томаса Бернхарда, и потом от актеров, и от самого Валтерса, и всей группы, где… И знаешь как, и там две истории, потому что мы этот спектакль играем и вечером в репертуар, когда приходит… Взрослая аудитория, да? 20+, и 18+, но мы этот спектакль играем тоже для детей. В школах. В школах, не в школах, они ходят у нас. Ну да, для школы. Для школы. И ты мне сказала один взгляд, как это можно смотреть на этот спектакль. Но юношей, который, не знаю, который 10-й, 16+, примерно, 16-19, 18, примерно так, им совершенно другой взгляд. Им интересует эта история, которая написана сейчас. Которые, да, потому что это рассказ про двух друзей, которые один… Здесь в Риге живут. Да, один живут здесь в Риге, и один живут в Германии. Но он, Расмус, здесь проводит один учебный год. Ну да, приезжали на студенческую стажировку. И они как-то вместе… вместе контактируют, и они как-то можно… и в этой истории можно увидеть одного и другого… ну, мнения про каких-то… Ну да, потому что там же сталкивается история, что еще ведь в начале спектакля по-английски играют. Потому что один из героев только появляется в Риге, еще не знает языка, и это обыграно. Как интересно, как постепенно язык начинает в спектакле меняться, переходит от английского к латышески. Это очень красиво на самом деле. Это игра с языком прекрасная в этом спектакле. Да. И потом этот школьник, который в Германии уезжает домой, но что-то оставляется. Ты уже знаешь человека. И что оставляется? И как-то они больше не контактируют. Но каждый из них живет друг в друге, да? Ну, каждый из них живет друг в друге. Я знаю, что драматурги-режиссер Валтерс вперед в прошлом году, он встречался с этим паром, с этим уже мужчином. Тем героем. Да, тем героем, который, ну, они встречались в Берлине, да, и, ну, и поговорили, что с ними происходит. Но как-то есть, что мы никогда не понимаем, когда мы встречаем новых человек, у нас появляются и новые ценности в жизни. То есть каждый человек вносит в нашу жизнь что-то новое и от нас тоже получает что-то новое. И об этом этот спектакль. О том, как, в общем, люди помогают друг другу развиваться на самом деле. Как это все меняет нашу жизнь. Любая встреча, даже маленькая. Вот, очень рекомендую тоже. Извините, я буду рекомендовать параллельно. Возвращаясь к той премьере, которая у вас сейчас. А то мы так с нее раз и перепрыгнули. Значит, три пьесы написаны были по одной идее. И получилось, в процессе творчества получились другие истории. Но, тем не менее, когда ты мне сейчас сказала про власть, мне кажется, там это есть. Я только хотела тебя спросить про последнюю. Как это там присутствует история власти? Там власть любви над людьми или что? Но это власть людьми. Третья история про двух людей, которые обмениваются. Там же через соцсети они как-то общаются, мужчина и женщина. Там есть что-то такое про власть? Я думаю, что там власть как символ. Потому что они разговаривают друг с другом. И как-то там символично появляется, что иногда это можно увидеть, как две человеки разговаривают, как две страны разговаривают. Иногда мы можем увидеть, как две други разговаривают. И как-то она так-так открыта, что она как-то не про власти. Но если ты думаешь в символах, она очень про власти. Какие решения мы принимаем самостоятельно? И знаешь, мы же принимаем решения, но иногда нам надо сотрудничать с другим тоже. Да, идти на компромиссы. Идти на то, чтобы выслушать другую сторону. Но вернемся к второй части, которая как зерно там объединяет две очень разные, три спектакля маленьких в этом вашем трилогии, таком триптихе. И первый очень такой смешной, веселый, очень такой актерский, очень такой яркий. И он тоже про власть, потому что там про допрос, про допрос двух братьев одного подозреваемого. И как это все, в общем, они друзья, но как это все переворачивается, когда у одних есть власть, а у другого нет. И вторая, третья история, как мы поняли, про любовь и про взаимоотношения людей, про то, как нужно выстраивать отношения. И вторая история, которым я хочу остановиться, потому что, мне кажется, в этом сделали очень интересный эксперимент именно по кастингу. Потому что все привыкли, что в независимых театрах играют какие-то ребята, которые вчера были студентами, хотят что-то пробовать, которым все еще интересно, которые еще не ищут какой-то спокойной жизни. Как-то вот такая жизнь всегда окажется в независимых театрах. И тут вдруг во втором действии на сцену выходят артисты национального театра. Национального театра. И независимые тоже. И независимые тоже. И пенсионеры тоже. Да, и пенсионеры, и люди, которые уже серьезный возраст, большой актерский опыт за спиной. И они играют детей. Да, детей-школьников. Потому что история о том, как в школе происходит внутренний конфликт о предательстве и, наоборот, о солидарности, которую дети проявляют в противостоянии учителям, которые пытаются их разъединить. И это все, конечно, прям такой очень очевидный сюжет и очень какой-то ясный и четкий, как мне показалось. А кто эту пьесу написал? Карл Скруминч. А, это Карл Скруминч написал, да. И вот это вот то, что придумали позвать актеров другого поколения, которые играют детей, и вот вдруг эти люди, которые взрослые, серьезные, они противостоят. Такой перевертыш получился очень интересный. Детей играют взрослые, а учителей играют более молодые актеры. Вчерашний студент учитель играет. И это так интересно, что вот другое поколение показывает, типа, факт, да, там, не получится у вас нас разобщить, мы общие. Мне показалось, это такой крутой ход, и так это красиво выглядит. И вдруг это вы поменяли местами, да, какую-то сложившуюся ситуацию, когда дети просто противостоят, а тут у вас другое поколение как будто бы противостоит молодым. Ну, это был очень интересный ход. Да, я думаю, что мы хотели, потому что я думаю, что, ну, детей играть очень-очень сложно, если они не дети. Ну, а дети... Там, и я думаю, что если актеру 20 или 25, он больше не... Он уже не ребенок. Он уже не ребенок. И тогда, я думаю, что, ну, нет смысла выбирать ему, не знаю, 18 или 19 лет актеру. Актеру или 83. 83. Прекрасная актриса. Но я могу сказать, что когда-то у нас был разговор, кстати, в Красноярске с двумя прекрасными людьми, режиссером Романом Феодори и актрисой Юлии Аук. Мы там случайно оказались вместе, и мы стали говорить про своих родителей, которые уже в возрасте. У нас разные родители. Вот у Юли 90 лет было маме недавно. И мы говорили, говорили, и я сказала, в какой-то момент наши родители превращаются в наших детей. Просто вот этот момент вдруг переходит. И я так обрадовалась, когда увидела этот ход у вас на сцене, потому что пожилая актриса, ну, глубоко пожилая актриса, все-таки, 83 года, это очень серьезный возраст. Она вдруг действительно стала тем ребенком, беззащитным с одной стороны, а с другой стороны очень сильным, героиней этой пьесы. Вот она была абсолютно настолько достоверна. И так веришь, что она та самая девочка, которую пытается власть в лице руководителей школы дожать на какие-то шаги. И она этому противостоит, всей своей вот этой силой. Прекрасная история. Я очень за вас радую это. И за актрису. Вот. Ну, хорошо. Какие планы впереди? Ой. Да. Расскажите нам о своих творческих планах. Да. В следующей неделе нам будет новый проект с новыми-новыми режиссерами, которые еще учатся в Академии культуры. Еще студенты. Еще студенты. Но им последний год. И нам, как театр, было очень-очень интересно увидеть и услышать, что их раздражает сейчас. Почему? И этот проект называется «Почему я не могу спать в ночах?» И мне, я думаю, что зрителям будет очень-очень интересно посмотреть, что они думают, что думают про весь наш мир и про себя, и про сегодняшнюю ситуацию. И про очень интересную тему, между прочим. Да. Между прочим. Получается так, что тревожит меня до такой степени. Что тревожит меня. Ну, и мы следующей пятницей, это пятница или суббота? В 24 октябре увидим. Мы будем делать такие четыре... Эскизы? Нет, мы будем делать этот проект в четыре месяца. Каждый месяц будет одно... Один... Ну, каждый месяц будет три маленькие спектакли из «Изра» даже, не знаю, как это... Ну, такой, как бы, как эскиз такой, да? Такой эскиз, который, ну, примерно... Драфт такой, да? Да, драфт примерно 15-20 минут. И одни как-то эти вечера, одни как-то, ну, там, немножко в одному теме. И мы придумали, что потом надо говорить. Обсуждать. Обсуждать, да. И мы приглашили активиста Никиты Троянский, и он будет вести... Дискуссии. Дискуссии. Он как модератор будет, да? Да, он будет как модератор. То есть ребята покажут свои маленькие вот эти 15-минутные истории, о том, что их тревожит, каждый из них. Вы их посмотрите, и потом приходит модератор Никита, и вы обсуждаете на самом деле со зрителями вместе, тревожит это, кого это волнует. Может быть, это волнует только одного режиссера, например. Да. А может быть, это волнует всех, кто приходит на спектакли, все говорят, о, точно, это вот именно то, что нас беспокоит больше всего. Потому что нам очень-очень хочется говорить со зрителями, и мы говорим каждый вечер, мы слышим аплодисменты, и так мы говорим. Ну, а мы можем говорить еще немножко поближе. Но это не будет предметный разговор. Но с дистанцией. Да. С социальной дистанцией. Но это будет предметный разговор уже. Это будет конкретный разговор о конкретных работах молодых людей. Да, и про тему. И про тему. И про тему, что волнует. Что не дает вам спать ночами. Да. Что вызывает нынешнюю бессонницу. Понятно. И еще нам будет, мы надеемся, что будет, что все будет хорошо. И нам в конце ноября будет новый спектакль, который интересный. Потому что вся художественная группа, актриса, композитор, сценограф и режиссер, все они будут на сцене и будут говорить, и будут рассказывать о свой. И что они сегодня видят, как юные люди, как школьники, как они дружат и не дружат между собой. То есть, что происходит, когда есть дружба, и что происходит, когда нет. Да, да. И там тоже много о власти. Как-то так случилось. И я думаю, что там будет такой маленький микромодель. Но эту микромодель мы можем забрать с собой. И мы как-то... Потому что я думаю, что школа – это первое место, где мы учимся... Чувствовать социум. Да, говорить с другими и действовать все вместе. Когда мы попадаем в коллектив, когда мы знакомимся с другими людьми, когда у нас есть отношения взрослый, школьник, ну как бы учитель-школьник, да. Когда у нас там есть внутри распределение власти. И мы учимся, какая это власть есть. Что я могу. Как манипулировать людей. Да, как манипулировать. Что запрещено. Но я думаю, и я думаю, что как-то может быть потоньше и потише. Но все это, что пересходит в школе, и нас сейчас же пересходит. Конечно, это же та самая модель, которую ты можешь потом переключить на любую ситуацию в обществе. Потому что школа – это маленькое государство. Да. И может быть это как-то с юношем, потому что хормоны, и как-то первый раз, этот весь первый раз, первый раз поссорился, первый раз подружился. Первый раз влюбился. Первый раз влюбился. Первый раз… Тебе отказали. Тебе отказали. Первый раз был. Попал ты в драку. И это как-то погромче, но мы это все как-то носим с собой. Ну да, у нас этот опыт школьный, он в нас так и живет, и проявляется. И я думаю, что как-то это будет про отношения школьников, но на самом деле это будет про нас. А кто это будет делать? Инга Тропа, режиссер, компонист Эдгар Срагинский, актриса Мария Линарте, сценограф Лена Сталшана. Пять. А, и еще драматург, без драматурга нельзя, драматург Матэйс Гритмансов. Ага. Ну, интересная история. Мария Линарта – это актриса, которая работает во многих театрах сейчас. Ну… Во многих разных проектах в театрах, много что делает. Ну, в новом Рижском театре… Ну, Рижском театре – ее основное место, да, и она сыграла большую роль в прошлом сезоне в спектакле по пьесе о спазе. Ту самую девушку, которая влюбилась в Змейного царя, да? Ну, хорошо, что я тебе могу сказать? Я тебе очень желаю сохранять те спектакли в вашем театре, которые любят зрители и которые сложно сохранять, я знаю, потому что все актеры, у них новые спектакли, новые фильмы, еще что-то, попробуй их схвати за хвост. Очень трудно жить независимому театру, на самом деле, именно потому, что приходится управлять не труппой, который у тебя только в театре, а огромным коллективом, который рассыпан по всей Риге. Да, ну, это тоже и большая радость, потому что, когда режиссер происходит, он, ему есть повод позвонить и том, и том, и том, который он видел от тех актеров, которые он видел в сне. Да, 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 ты можешь попробовать поработать с кем угодно. Да, ну, я имею в виду, что тебя, как руководителя, тебе очень трудно верстать это расписание, потому что тебе надо собирать пол Риги в компании. Ну, трудно, да, ну, а что поделаешь? А то у тебя пол Риги в репертуаре. Да. Я желаю очень сохранить те спектакли, которые вот такие, заработали своего зрителя, продолжают играться, продолжают работать. Есть детские спектакли хорошие, на которые можно ходить. Можно пробовать, можно открывать для себя новое. И я вам очень желаю вот этих вот, продолжение развития этой темы. Продолжение развития о том, что очень важно для формулировок. Театр очень часто помогает сформулировать вещи, которые не могут сформулировать ни журналисты, ни политики, ни общество. А театр собирает всю эту информацию, и художник очень часто делает такой точный диагноз современности, что мы поражаемся этому. Я вам желаю очень в этом успеха. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.